Так, смотри, уже немножко начинается хардкор. Чего? Зомби с тарзанками? Вы серьёзно? Вишню прям одно удовольствие сажать. Ну чё, ребят, всем привет, вы на канале Корен Стикс. И если честно, я не ждал, что вы так быстро наберёте 10 лайков под прошлым роликом. Поэтому только сейчас выходит этот ролик. Если честно, я немножко опоздал. Маму вы, наверное, заметили. Не сразу я выпустил ролик. И да, бесконечный режим. Ох, я чувствую, ролик сегодняшний будет очень интересный. Поэтому приготовьте что-нибудь поесть, попить. Приятного аппетита всем. И давайте посмотрим, кстати, я давно не заходил в свой изенгарден, если честно. Ну давайте, наверное, попозже всё это сделаем. Я ещё купил вот эту вот кошку-камыш. Давай сейчас вам покажу. В чём-то момент, когда я её купил, у меня не сохранился. Весь, запись не сохранилась. Не знаю почему. Также я ещё хотел купить кукурузную кошку. Ну, она слишком дорогая. И имитатор тоже дорогой. Мне написали то, что имитатор, кстати, может... Это что-то вроде второго слота. Ну, я честно не особо понял. Ну, в принципе, там что-то клонирует оно ещё. Не знаю. Также я ещё хотел купить мини-игру какую-нибудь, но денег у меня не хватает. Ну, давайте лучше это сделаем попозже, на следующих сериях. Вне съёмок я это сделаю. А сейчас, ребята, бесконечный режим. Фуф, здесь как раз ещё, как видите, бассейн. Я не зря купил кошку-камыш. Так, а почему есть усиление плюс? Они что, будут дорожать? В смысле? Ладно, давайте попозже посмотрим. Неужели они реально будут дорожать? Ну, ладно, в принципе, бесконечный режим. Поэтому, мне кажется, даже справедливо. Итак, давай, наверное, используем наш старый добрый тактику с горохострелами. Плюс вот эти вот пеньки. Плюс военный горохострел. Да, мне кажется, самое лучшее. Что вообще и есть. Я также на прошлой серии использовал ледяной арбуз. Но сейчас я использовать не хочу. Потому что, ну, как-то поднадоели уже. Ну, и, наверное, усиление позже будем брать. А пока что возьмём кабачок. Ну, и давай ещё возьмём маленький орешек. Мне кажется, тоже будет неплохо. Я попробую, ну, постараюсь в этой серии прям всех растений взаимодействовать. Ну, не всех, конечно, это у меня не получится по-любому. А хотя бы большую часть. Сколько, как много волн ты сможешь пережить? Ну, не знаю. Попробую хотя бы 5 волн. Ну, 5 волн у меня по-любому получится. Потому что у меня уже были 5 волн. Это обычный режим. А сейчас будет бесконечный. Мне кажется, я где-то до 7 уже... 7 начну проигрывать. Ну, посмотрим. Капец, смотрите, здесь сразу 2 волны. Нифига себе. Там вроде в обычных режимах выживания были по одной волне. Ну, несколько раз по одной волне. А здесь сразу... Сразу же первые по 2 волны. Нифига себе. Интересненько. Мне кажется, я мину и кабачок всех вместе зря взял. Потому что это типа такие растения, которые вначале очень сильно помогают. Потому что они дешевые и неплохо убивают зомби. Ну, ладно, пусть будет. В принципе, кабачок, он может сразу нескольких зомбарей давить. И когда у меня будет момент, когда несколько зомби будут жирать орех, я использую кабачок и всё. Если что, у меня есть вот эта вот суперспособность с молотками. Всего лишь одна штука. Я думаю, вы знаете, почему у меня не 5, а одна. Ах, боже. Так, давай, наверное, сразу... Сразу... Почему я так скажу сразу? Сразу буду высаживать водоросли. Чтоб потом проблем с водой не было. Так, ну, грахсеров ещё рано сажать. Давай я кабачок посажу. Вот следующий зомби, который пойдёт, я уже посажу тогда... Вот этого скорострела. Монетка. Я обязательно куплю монеты, 50к там нужно. И я, кстати, сделаю... Вот этот подписчик мне предложил сделать опрос. Какой пак с мини-играми мне купить? Мне кажется, даже очень интересно. И я всё-таки, да, сделал опрос. Мне понравился этот комментарий. Поэтому я соглашусь. К своему мнению. Так, ну, кстати, заметили? Здесь зомби некоторые быстрые, некоторые медленные. Это прям заметно. Вот этот, например, зомби с конусом быстрый. А внизу, ну, вроде тоже быстрый. Хотя, не знаю. Если они реально передвигаются, но по-разному, тогда напишите. Ну, вот реально, вот тот прям быстрый шёл, а вот этот помедленнее, видите? Или так же. Чё-то не знаю. Может, по-нибудь просто мерещится. Так, давай я сразу... Почему я говорю сразу? Я не понимаю. Сразу же. Буду сажать орешки маленькие. А, наверное, перед ними буду сажать высокие орешки. Не знаю. Посмотрим, как получится. Так и сделаю. А сзади этих орешек будут мины. Чтобы если вдруг зомби проберутся, они будут взорваны. Отлично. Сначала мне нравится. Я несколько рядов этих герахстрелов делать не буду, чтобы у меня было разнообразие. Я потом посажу всяких вот этих капуст. Потом вот этих зубастиков. Помните? Боже, кто не помнит эти растения? Они же легендарные. Так, сюда орешек. А давайте сюда ещё кабачки буду. Не. Ладно, это уже слишком. Давай сюда кабачка. А то я чувствую, он сейчас долго будет убивать его. И сейчас первая волна. Ну, в принципе, она будет простой, я надеюсь. Потому что герахстрелов меня достаточно, чтобы убить этих зомбарей. Интересно, кто там в конце будет? Мне кто-то написал, что... Один из подписчиков написал, что будут зомби с красными глазами. И вот эта пушка зерновая, кукруза пушка, она убивает с двух ударов, не с одного. И я уже чувствую то, что этот зомби с красными глазами капец жёсткий. Ну, надеюсь, я... Хотя, я не знаю, дойду я до него или нет. Короче, посмотрим. Сейчас всё. Увидим. Если вы досмотрели, ребят, до этого момента, то вы... ...самые лучшие. Реально. Кстати, ребят, всё-таки уже я начинаю заканчивать играть растений против зомби-1. Ну, как заканчиваю? Да боже, что у меня так много солнца, кстати? Нужно быстрее на что-то тратить. Ладно, давай пока что сохраню, тратить не буду. А уже когда возьму растения других, подороже, ну, усиления всякие ещё. Я начну высаживать, уже тратить много солнца. Потом вот этих зубасиков подсажу, ну, я уже вам говорил. То, что сделаю разнообразную защиту. Мне нравится, когда все растения такие разные. Не чисто горохстрелы там будут, а прям... ...реально... ...необычная защита. Так, мина, не взрывайся, пожалуйста. Отлично. А то бы сейчас взорвалась от... ...зомбаря без башки. Так, осталось последним, волна. Так, ну, давай здесь лучше кабачка использую. Ё-моё, что у меня там происходит? Ё-моё, что так много солнца? Так, орешек. И у меня остался последний орешек, чтобы сделать целую линию... ...из ореха. Так, ну, как-то они слишком медленно убивают вот эти скорострелы зомбреи с железными. Поэтому я буду использовать кабачков и... ...водорослей. Пока что. Потом буду улучшать всё. Потому что второй ряд девочек я их не хочу, опять же. Всё, давай быстрее. Да ну ё-моё, опять зомби, что ли? Точнее, ещё зомби. Не офигели ли? Орешек. Ё-моё, у меня уже две тысячи солнца. Ё-моё. Не слишком ли много? Ну ничего, сейчас потратим всё. Сейчас всё потратим. Так, боже, там орешка почти догрызли. Я, наверное, буду их перекапывать. Я надеюсь, что зомби вот здесь вот не появятся. Потому что если они там появятся, то это будет очень плохо. А кзоноксилки, кстати, у меня обычные. Не... Не водные. К сожалению. Так, давай перекопаю. Так, используем водоросли. К счастью, я их взял. Что очень хорошо. Блин, давай на время посажу сюда скорострел, потому что блин, слишком долго сейчас будет убивать. А водоросли у меня не быстро. Загрузится не быстро. Ну, давай, в принципе, наверное, кабачок лучше используем. Так. Куда мне посадить орешка? Давай сюда. Как же здесь много солнца. Ё-моё, зачем их так много посадил? Ладно, давай здесь откапываю. Здесь тоже откапываю. И здесь сижу. А, так они уже, да, надобили. Ё-моё. Всё, ребят, это была только первая волна. А ролик уже длится 8 минут. Ё-моё. Чего? Смотрите, там зомби-шахтёр. Кстати, его не было в тумане. Но, походу, все зомби теперь здесь будут. Итак, давай я уберу скорострелы, подсолнуха, мину. Так, водоросли пусть будут. Они прям очень мне сильно помогают. Давай я возьму лучше вишню. Вот этих вот растений всех полезных. Усиление вот этих вот. И я ещё хотел какое-нибудь растение для... Чтоб как-то разбавить свою защиту. Разнообразить. Ну, не знаю даже, что брать. Давай я вместо орешков возьму высокие орешки. Лучше их рано или поздно точно там догрызут. Кабачок давай беру. Хотя ладно, пусть будет. Что-то я боюсь. Стоп, зомби-шахтёр, нужно же брать тыкву. Вот я буду защищать подсолнухи тыквами. Чтоб сейчас они не дошли до моих подсолнухов. Всё. Сейчас будем улучшать все растения. Сразу же сверху начинаем. Давай подсолнухи вот эти буду улучшать. Потому что боюсь, что там шахтёр начнет жрать. Моих двойных подсолнухов. Так, сюда на воду обязательно надо посадить высокий орешек. Потому что там будут дельфины. Я их знаю. Кричат ещё. О, давай-давай, зомби, падай. Кстати, это редко происходит, когда вот этот зомби сопротивляется смерти. Так. И они взорвались от мины. Вы только что видели. Надеюсь. Так, давай сажаем вторую тыкву. Ну, отлично. В принципе... Стоп. А кто будет убивать шахтёров? Ё-моё. Ребят, я затупил. Мне надо было взять... Двойной игрок-острел. Вот те... Вон те вот. Как их там называли? Ну, короче... У них башка с двух сторон. Да. Я только что очень жёстко затупил. Сам посмотрел на этих... На этого шахтёра. А сам нифига не взял. Тыкву защитную взял. Ну, и то. Толку-то. Просто убью этих растений, и всё. Так, смотри. У меня уже начинаются небольшие проблемы. Вот этот зомби с конусом дошёл до моего скорострела. И чё? Не придётся вишню использовать? Боже, чё за жесть? Так, ладно. Давай сюда орешка посажу. Так, смотри. Уже немножко начинается хардкор. Меня это уже радует. Боже, бедные орешки. Чё там происходит? Ммм... Не, надо было взять всё-таки... Побольше таких горострелов. Пойдём на тыкву я бы не мог... На водных пацанах я бы мог не садить такую, потому что там всё равно не будут шахтёры. Это по-любому. Боже. Как же я тупо... Туплю. Нужно срочно пройти эту волну, и уже начаться... Начать садить другие растения. Потому что, блин, ну посмотрите, это жесть какая-то. Ну как так можно? Сейчас ещё шахтёры пойдут? Вот тогда, конечно, будет весело. Очень-очень весело. Всё, орешков вообще практически не осталось. Да. Такие вот дела. Но зато... Грохстрёв я уже многих улучшил. Сейчас ещё вот на... Вот этого грохстрёв улучшил. Лишь бы сейчас не откопать ничего. О, золотое. Золотая монетка. Отлично. И вишню я буду лучше хранить на шахтёров. Так, ну давай быстрей. Это хорошо, что у меня ещё усиление. Если бы усиления у меня вообще не было... Было бы, капец, полная жесть. Усиление-то, конечно, топ. Во, смотри, шахтёр. Ну, понятно, в принципе. О! Чего? Вы это видели? Мина остановила шахтёра, который копал внизу. Если честно, я в первый раз такое вижу. Я вообще не знал, что мина может остановить шахтёра. Круто. Так, так... Тогда мина вообще имбала, слушай. Давай тогда... Блин, я... У меня мин нету. Чё, мы там ещё внизу шахтёр? Чё за жесть? Ладно, придётся... Будет задержать этого шахтёра, который сейчас там копает. И как-нибудь, не знаю... Защищи... Защи... Ага, там второй идёт. Короче, ребят... Чувствую я, пойдёт что-то не так. Именно на этой волне. Ну, уже прошло что-то не так. Я не взял тех двойных горострелов. А стоило взять. Стоило. Так, тыкву хранить. Лучше буду хранить тыкву, потому что рано или поздно их сожрут. Мне нужно будет использовать их на... Подсолнуху. Хотя, ладно, давай, в принципе, ладно. Пусть будет. Лучше не буду рисковать. Нем. Как же там дофига зомбарей с колпаками? Не. По-любому надо брать... Эээ... Вот это пеньки огненные. Ну, ты посмотри, это чё... Всё. Сожрал. Ладно, мне придётся будет откопать подсолнух, чтобы... Посадить туда вишню. Нем. Всё, орешки тоже нужно садить. Капец. Чё за жесть? Я нифига не успеваю. Вот, и последний усилень. Всё, отлично. Всех двойных я посадил. Всех двойных этих тоже посадил. Так, блин, шахтёр и там, и там. Чё делать? Ну, тыкву я посажу туда, на подсолнуху. Где шахтёр сверху. Блин, вишни у меня не так уж и много. Не, надо по-любому брать ещё перчик. И либо... Да ё-моё, опять шахтёр. Да сколько можно? Так. Значит, сюда сад... Дойдём я не успел. Блин, вообще не успеваю. Ребят, пожалуйста, поймите меня. Всё, вишня есть. Подскажем от солнуха, садим вишню. Фуууу, там ещё шахтёры. Да сколько можно? Не, надо по-любому брать двойной гравстрел. Без них вообще никак. Либо звезду. Хотя звезда, она будет послабее. Вот, чё проблема. Вот так, вот сюда тоже будем садить подсолнечник, потому что солнце всё-таки тоже заканчивается. Так, идём, всё, они там тыквы сажали, капец. Нет, я так не могу, ребят, это жесть какая-то. Ну, по воде ещё нормально, ну, пока что нормально там всё. Но вот на земле там вообще полная жесть. И сейчас волна ещё идёт. Ладно, давай дожусь пока эти шахтёры... Следующие шахтёры придут и использую вишню на всех. Нет, я не могу, я не могу. Ещё зомби из-под воды выходят. Так, значит, сейчас использую тыкву сюда. Надеюсь, гракстры справятся с зомбарями, потому что их там просто дофига. Использую. Возвести туда. Сколько там зомбарей, чё за жесть, ребят? Я сейчас капец напряжённо сижу. Ах, ладно. Это только вторая волна, заметьте. Только вторая. А она ещё бесконечная волна. Так, ну по земле всё нормально там, в принципе. Всё, всех убили, остались только шахтёры. Ладно, давай лучше оближу этот момент, потому что это слишком глупо, мне кажется. А, я же могу пока что посадить высоких орешков. Отлично. Всё, используем первую вишню. И туда вторую использую. Всё, наконец-то. Используем вишню. Фуф. Вторую волну я выжил, но уже намного сильнее начал напрягаться. Ладно, давайте, ребят, запью сейчас, а то как-то... Ё-моё, там шары. Там шары. О, у меня же есть кошка-камыш. Точно. У меня же есть камыш. Фуф, берём камыш. И давай возьму вот этого двойного горохострелка. Хотя сейчас его нету. Никаких шахтёров. Или звёздочку взять. Как думаешь взять... Ладно, пусть будут горохострелы. Или звёздочку. Не, давай горохострелы. Потому что они помощнее будут. У меня также будут вот эти вот кошка-камыши. Потом давай ещё возьму... Я-я-я, я не знаю, кого брать, ребят. Мне уже... Боже, вообще слотов не хватает. Мне уже больше места. Ладно, давай трупу уберём. И возьмём вот этого... Надо против шариков что-то взять. Ну, камыш есть, но я что-то волнуюсь, что ничего не получится. Ладно, давай перча возьму. Я надеюсь, я сделал правильно, так что вариант. Окей, погнали. Надеюсь, я выживу третью волну. Так. А, камыш и сюда использовать? А, точно. Да. Так, давай побольше... Так, там вот этот слабый... Да ёмы не туда посадил. Окей. Давай быстрее загружайся. И сюда садим орешка. Откавывать не буду, потому что в любом случае даже самые слабые орешки будут полезны. Так, сюда используем. Вот водоросли надо прям по земле больше всего использовать. А, блин, мне нужно было тыквы... Использ... Всё-таки оставить. Чтобы у меня было место хоть для... Так, сюда давай пяточек. Чтобы я мог защитить тыквами вот этих камышей. А то боюсь я их сожрут зомби с под воды. Так, давай сюда посажу. В принципе, вот этого количества грохстрелов достаточно, да? Ну, вот этих сиамских. Или как оно называется. Боже, зачем я туда водоросли посадил? Ну ладно, пусть будут. По идее, наоборот, даже нормально. Вишню, нет. Вишню использовать не буду, только... Ну, в крайнем случае буду использовать. Хранить. Потому что вот вишни, перчик это всё самое... Лучшее. Ну, не лучшее, а прям... Сейв, можно сказать. Так. Ну, давай лучше здесь использовать. Там уже дожирают, в принципе. Блин. Я бы мог использовать вишню более грамотный. Но я что-то... Как-то глупо использовал их. Так, ну вот эти скакуны, слава богу, никуда не прыгают. Остаются на месте. Ну, защита у меня, конечно, не такая. Прям крутая, я сам вижу. Нем. Но я позже улучшу, конечно. Обязательно. Хотя, когда это настанет, я не знаю. Так. Боже, у меня так много солнца. Не, мне, скорее всего, арбузы возьму. Ледяных, ледяных арбузов. Возьму. Потому что без них никак. Они слишком имбовые растения. Мне на прошлой серии настолько они мне сильно понравились. Что ж я... Куда я перчик использовал? Боже. Я... Мне нужно учиться играть, ребята. Особенно с этими вишнями и перчиками. Я их вообще как-то не жалею, трачу куда попало. И, кстати, вот в этих местах, где у меня просто тыквы стоят, где были подсолнухи, мне нужно туда явно что-то посадить. Ну, так не сойдёт. Просто крутые клетки надо занимать тоже. Так, всё. Шарики побежали... Пошли. И сейчас нужно будет, чтобы... Ё-моё, что там происходит? Чтобы мои камыши отлично. Они уничтожили эти шары. А, интересно, высокий грипп остановит шаров, нет? Что-то я не понял. Ладно. Там столько зомбарей, что вообще ничего не понятно, что там происходит. Надеюсь, мой голос хорошо слышно. Потому что там столько звуков... Кусания. Слушай, я не знаю, блин. Так. На воде там гриба. Ой, боже. Я уже... Я хотел в самый низ посадить перчика. Посадил его... Сами видели куда. Так. Сюда садим всё-таки. Давай лучше сюда посажу. Какая камыш. Ребен. Не знаю. Лучше туда садить не буду. Там по-любому сейчас будут зомби с подводой. Давай вишню сюда. Я там по идее нормально, боже. Ладно. Всё-таки использовать тоже надо. Боже, да... Хватит... Я так и думал, что они сейчас будут кричать на меня. Как сумасшедшие, блин. Прыгать. Кричать. Нужно срочно орешек посадить. На воду. Всё, отлично. Смотри, там сверху два гриба сразу же. Да почему... Почему я орехами называю грибы? Не понимаю. Там сразу два ореха, и это как-то странно. На них тут вообще никого нет. Так, давай снизу посажу. Перчика. Ну, монет, кстати, тоже неплохо капает в мою копилку. Тоже хорошо. Так, сколько там этих спортсменов, ты видишь? Их там три, что ли? Или два? Два, походу. Но всё равно как-то много было. Так, вишню. Ё-моё, только что я тебе не откопал, кажется. Ладно. Давай вишню использую. Мне кажется, сейчас по-любому ещё зомби будут. Ну, водоросли прям вообще спасают, лишь честно. Реально, одни из самых полезных растений. Всё, гигантская волна. Кстати, надо будет ещё потом взять грибы, и на них кофейное зерно применить. Обязательно я сделаю попозже. Отлично. Никакой зомби всё-таки не сожрал никакого моего камыша. И сейчас... Так, ну всё нормально вроде, смотри. Давай вниз используем. Смотри, вообще всё хорошо. Правда, вот на линии воды там что-то не очень хорошо всё. Хоть нет, смотри. Вроде казалось, что зомби капец прям дофига. Но... Нормально, в принципе, смотри. Правда, сейчас я водоросли просеру, ладно. Всё! Тресил волну, пережил. Так, давай, всё успел. Хм. Чего? Зомби с тарзанками? Вы серьёзно? Мне чё, придётся будет сейчас пальму садить? Да у меня там вообще места нет. Вы чё, офигели? Я не понимаю. Я вообще-то хотел арбуз ледяный взять. Ладно. Давай убираем вот этих. Камышей давай берём пока что. Ну, наверное, всегда, не знаю. Посмотрим, всё посмотрим. Берём арбузов. Орешки ни в коем случае не убираем. Они обязательно нам нужны. Я хотел взять ещё... Хотя, знаешь, лёд и огонь, они же несовместимы. Поэтому мне нужно взять что-то одно. Блин, вот здесь уже начинается небольшая головоломка. Думаю, ты сам видишь. Нужно всё-таки думать. Вот эти вот растения, тактики, вот это вот всё. Я хотел тыкву, по идее, взять. Но, не знаю. Перчик, нет, надо... Перчик, пусть висит, всё это остаётся. Обязательно должно быть. Может взять обычные арбузы, не ледяные. Ладно, ледяные всё-таки пусть будут. Всё, нормально, нормально. Надеюсь. Просто солнце, как видишь, у меня капец, блин, дофига. Так, немножко не туда посадил, ну ладно. Капец, как дофига солнце, и хочется хоть куда-то потратить. Нет, давай лучше вот самый-самый край туда буду садить, вот этих арбузов. А, нет, там же будут вот эти зомбри. Зомбри на... Как они там называются, боже? На той тачке баскетбольной. Поэтому мне придётся будет... Ладно, всё, замораживаем. Там мне всё-таки по-любому будут стрелять в моих арбузах. Поэтому... Эх, смерть арбузов неизбежна. Ну, именно задних растений. Боже, как же они быстро съедают орешки. Не представляю, что бы было с... Маленькими орешками. Их бы вообще на раз-два съедали. Так, к тому же, блин, три арбуза. А солнца мне, как видишь, всё равно дофига. Даже не знаю, на что тратить. Ну, смотри, заморожка прям хорошо работает. Мне кажется... Лизной арбуз реально имба. Не, не кажется, я уверен. Мне придётся будет тот арбуз откопать. Давай сюда перчик посадим. И сюда садим уже орешек. Всё, отлично, смотри. Потом ещё на воду посажу арбузов. Блин, я так и не... Я так и не взял тыкву, чтобы защитить своих камышей. Ладно. Ну, по идее, воду тоже не замораживать. Но если зомби на земле не будут, и будут только на воде, то... Они и замораживаться не будут. Ну, ты, думаю, понял, что я так уже сказал. Боже, у меня солнце всё равно дофига. Я не знаю, на что тратить. Так, монетки. Ну, усиление всё дороже и дороже становится, поэтому... Всё-таки... Когда-нибудь, я уверен... Солнца мне хватать... Насчёт не хватать. Или такого момента, наверное, никогда не будет. Не знаю. Посмотрим. Так. Ну, давай, ладно, сюда пассажёр будет. Пусть будут везде. А так, мне кажется, будет лучше. Всё, смотри. Не, ну прям всё намного лучше стало. Наладилось. Как видишь. Действительно. И прям... Вот защита прям круто выглядит. Я думаю, ты видишь. Ё-моё. Я надеюсь, я успею посадить перчику. Ё-я успел, ты видел? Отлично. Вот о чём говорит скилл... ПВЗ. Блин, орешки давят. Смотри. Мне ещё надо будет шипы взять. Ммм. А, смотри, там ещё шахтёры были. Я даже их с ними взял. Ну, слава богу, у меня есть вот эти вот сиямские. Я их посадил. Всё-таки успел. В нужный момент, в нужное время. Хотя нет, наоборот, не успел. Ты помнишь, что было на второй волне. Всё. На земле полезных арбузов есть. Теперь нужно на воду посадить. Ну, чё-то я не... Воду я чё-то не очень хочу садить, потому что там, боюсь, сожрут моих арбузов. Блин, надо делать что-нибудь с водой по-любому. Мне кажется, рано или поздно там по-любому проберутся. Вот это вот я боюсь. На земле я там всё налавил, всё прекрасно. А вот... На воде... Всё очень плохо. Ну, смотри. Прямо реально лучше всё стало. Боже мой. Да хватит давить моих... Орехов. Всё. Так. Арбузики, арбузики. Всё, есть. Монетки. Смотри, у меня уже 40 тысяч. В начале ролика, помнишь, сколько у меня было монет? Сейчас у меня уже 40 тысяч. Это круто. Мне кажется, второй ряд лезяных арбузов делать смысла нет, потому что... Ну, нафига. Действительно. Я бы мог сейчас и подсолнухов откопать, но, блин, что-то мне жалко делать это. Не хочется откапывать. Мне кажется, пусть будут, потому что я уверен, что на сайт момент, когда мне перест... Начнут заканчиваться солнце, наверное. Который раз я это уже говорю. Так, ну там ничего страшного, если украдут. Так, ну давай, лучше я использую вот этого. Сколько их там? Да хватит давить моих бедных орешков. Что они вам сделали плохого? Они же просто стоят. Так, сколько там ведер? Ну, я убиваю. В принципе, убиваю быстро. Убиваю нормально. И я прохожу эту волну. Это уже четвёртая, да? Если у меня с математикой всё нормально, то это четвёртая. Ну куда, водоросли? Зачем ты обычный... Обычного зомби притянул? Так. Два всё-таки на воду тоже посажу ледяных арбузов. Сейчас я просто обязан взять... Кого там я хотел взять? Вот такие вот зомби. Ну ничего страшного. Нормально, в принципе. Фуф, если честно, я, ребята, уже капец устал. Ну давай сейчас ещё одну волну пройду. Потом, наверное, ролик будем заканчивать. Я, наверное, именно этот ролик поделён в две части, потому что... Ну, блин, слишком долго. Я капец уже устаю. Поэтому... Придётся делать так. Убираем пьяльчик. Давай возьму тыкву. Также давай уберём... По идее, мне здесь все нужны. Ну ладно, давай водоросли уберу. И возьму... Ну, в принципе, мне некого брать, поэтому пусть будут водоросли. Ой. О, гриб, кстати, я забыл грибов взять, брать. Ладно. Пусть будут водоросли. Думаю, нормально. Или перчик. Ладно, давай всё-таки перчик. Ну вот сейчас я буду всех прям... Прям везде всё подряд буду высаживать. С тыквами его здесь защищать вот так. Я надеюсь, я тыкву смогу посадить на кошка-камыша. А то они как-то здесь сидят. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Так, давай здесь лучше орешка откопаю, а то у меня как-то не очень красиво всё выглядит. Так. Ну, смотри, всё. Прям защита реально круто выглядит. Вот только самые первые вот эти вот места вот здесь вот. Вот шахтёры, блин, наделали там делов. И теперь ерунда там какая-то стоит. Ну, опять же, у меня там вообще никаких растений почти нет. Ну, давай я арбузы посажу. Почему бы нет? Всё. Так. Ага, я могу вот этих посадить. Давай сейчас на воду посажу арбузы. И на него ледяного арбуза. Всё, ряд арбузов есть. Ледяных. Прекрасно. Сейчас я рассажу их... Везде я посажу тыкв. А вот вот сюда мне что посадить? Сейчас я тебе покажу. Вот сюда. Наверное, там будет кошка-камыши, да? Ну, давай, пусть будут. Оставим для них место. Для следующей серии. Как говорится. Всё. А, смотри, я могу посадить совершенно спокойно тыкву на кошку-камыша. Отлично. Это очень хорошие новости. Ну, мне уже, естественно, нечего говорить. У меня вообще горло капец пересохло. Болтать, болтать. Прям пить хочется. Наверное, на следующих сериях буду брать воды с собой. Запить хоть чем-то. Всё, вообще спокойно, смотри. Без никаких морок. Вообще всё сделали. Быстро, чётко. Отлично. Так, вот эти вот на шкатулке, знаешь, что они делают? Они же смогут в любой момент взорваться, поэтому лучше, чтобы не они меня взорвали, а я их взорву. Давай так и сделаем. Ну, вишня там вообще будет круто выглядеть. Ну, если я туда их посажу. Прям на ту... Кашу из зомбарей. Там столько больше зомбарей. Ну, там, по-любому, если бы я не получил достижения тогда, за вишню, я бы сейчас, по-любому, получил достижения сейчас. Так, смотри. На воде почти всех защитил. Чё мне потом делать, я не знаю. Чё мне делать, ребят? Я потом колючек посажу вон туда. И там ещё даже были усиления для колю... Так, ты куда? Шарики, блин, проходят. Ребят? Давай вот здесь откопаю орешка. Вот после того, как я посадил арбузов, а именно ледяных, прям всё намного лучше стало. Видимо, лёд это реально топовая тема. Вообще спокойно. Реально, смотри. И вообще, вишню прям одно удовольствие сажать. Там столько зомбарей сжигается. На, перчик. Вообще прекрасно. Теперь вон тот фидерный арбуз, смотри, сколько стоит. 500 солнц. Но я его уже использовать не буду. В принципе, у меня всё есть. Всё готово. Так, монетки. А если я посажу тыкву сюда, я смогу наверх посадить ещё окошку камыша? Я надеюсь, я смогу. Если нет, то это плохо. Смотри, все орешки прям идеальны. Никто не плачет, никто не грустит. И зомби из-под воды вообще ничего не могут сделать. Они дальше начинают жрать моих вот этих вот тыков. Они даже тот кувшин не успели сожрать. Ё-моё. Настолько мои растения жёсткие. Сколько там монет. Слушай, мне кажется, я успею накопить монеты до... Короче, я успею накопить монеты на мини-игли. Ладно, ребят, давай всё-таки на этом будем заканчивать. Я, естественно, капец устал. Чувствую, это надолго затянется. Возможно, даже на три части. Но ладно. Посмотрим, как будет, так и будет. Ох, бесконечная волна была очень интересной. Думаю, вы тоже так считаете. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за поддержку. Ссылка на пыли с полным прохождением этой игры будет в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы были на канале CurrentSix. Всем удачи, всем пока.